Поехали, давайте продолжим, и следующий разговор будет получен профессором Шишленин из Новосибирска. Титл – «Вектороакустик томография, инверсные проблемы и глубокое участие». Максим, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я буду говорить по-русски, мои слайды на английском. В первом случае хотелось бы поблагодарить организационные программные комитеты за возможность сделать доклад. Это совместный доклад Сергея Греченкова, Никиты Яновиковым, Дмитрием Ключинским, Алексеем Тихотиком и Никитой Савченко. То есть это достаточно большой коллектив. И в своем докладе я буду говорить об акустическом восстановлении, Точнее, об решении обратной задачи восстановления фактических параметров среды, моделировании диаграмм направленности источников. Также расскажу несколько слов о нелинейной трехмерной томографии. И также расскажу о задачах электродинамики и совмещенных основах обратных задач. Данная работа, наверное, впервые к ней мы подошли в 2013 году, когда посетили Московский государственный университет, физический факультет, кафедры акустики. И тогда было рабочее совещание вместе с Валентином Андреевичем Буровым, Ольгой Дмитрием Румянцевой. И, соответственно, после этого появилась цель создать и разработать численные методы и алгоритмы для раннего определения различных опухолевых новообразований в теле человека. И в качестве математической модели мы остановились на модели, которая основана на законах сохранения, которая бы описывала такие эффекты, как дифракция, преломление, а также акустическое задухание в неоднородных средах. И, более того, это позволило бы нам также моделировать диаграмму направленности источников или приемников, а также понизить гладкость на искомые коэффициенты. Один из возможностей применения акустической томографии – это также возможность детектировать легкие или определять состояние легких человека после пневмонии. Или, как известно, что одно из осложнений COVID-19 приводит к пневмонии легких и, соответственно, разработка методов быстрого определения состояния легких – это также достаточно важно. Конечно, ранняя диагностика опухолевых образований является одной из ключевых в медицинской томографии. Ну и, конечно же, одна из главных проблем в ультразвуковой томографии является разработка методов решения нелинейных коэффициентов обратных задач. Одна из... То есть, конечно, хотелось бы решать трехмерные коэффициенты обратной задачи, где неизвестны такие параметры, как скорость распространения волн, плотность среды, акустическое затухание, ну и которые бы определялись по источникам, которые расположены вокруг исследуемой области. Что касается истории вопроса, то она достаточно большая. И следует отметить, что обратные задачи волновой томографии и геометрической оптики были исследованы, например, в следующих работах. И, соответственно, можно отметить следующее, что были... То есть, существуют разные подходы для определения акустических параметров среды. Например, это миграция киргопа, которая исследовалась в данных работах. Методы восстановления, так называемые, имидж-реконстрактных техник, обратные задачи для уравнения геймбольца, обратные задачи для волнового уравнения, обратная миграция по времени и задачи оптической оптики. С математической точки зрения, подобные задачи формулируются в виде обратных задач, где у нас необходимо определить параметры, ну или коэффициенты уравнений по дополнительной информации о решении. В качестве метода решения прямой задачи мы рассмотрели метод Годунова. Все время мы начали со схемы Годунова первого порядка, потом остановились на методах более высокого порядка. Дело в том, что использование подобных схем позволяет нам найти баланс между математическим моделированием и физикопроцессом. Ну и, конечно же, одна из причин, почему мы в том числе используем схему Годунова для решения гиперболических систем, в том, что по сравнению с уравнением второго порядка, если у нас коэффициенты среды являются кусочными гладкими пункциями, то нам необходимо добавлять условия склейки на границе разрыва сред. Если у нас область достаточно сложная, то даже при решении прямой задачи это достаточно трудоемкая операция, реализация подобных условий. Когда мы говорим о решении обратных задач, то, как правило, разделы нам, разделы советам неизвестны границы, и, соответственно, как реализовать подобные условия, это отдельный вопрос, как это необходимо делать. Поэтому мы считаем, что одна из возможных реализаций методов математических моделей ультразвуковой томографии как раз должна быть основана на гиперболических системах уровней. И мы построили следующий цифровый двойник акустического томографа, который заключается в следующем. Вот здесь представлен томограф. Это внешняя граница. Соответственно, 5 – это исследуемый объект. В красном обозначены некоторые включения, акустические параметры, которые необходимо определить. При этом мы предполагаем, что вокруг исследуемого объекта у нас находится система источников-приемников. Вот здесь вот показано в динамике, как это все происходит. То есть в каждый фиксированный момент времени зеленая точка является источником акустических волн. Мы возбуждаем давление. Соответственно, фиолетовым или сиреневым – это приемники. То есть в следующий момент у нас источник сдвигается, и все повторяется заодно. То есть у нас идет излучение акустической волны. В остальных точках мы измеряем акустическое давление. И обратная задача стоит в том, чтобы определить акустические параметры включения. Следует отметить, что в данном случае мы измеряем не только волны, которые прошли через исследуемый объект, но и те волны, которые от него отразились. То есть это позволяет нам построить более устойчивые методы решения коэффициентов обратных задач. Здесь представлены некоторые методы определения параметров разных новообразований в теле человека. Здесь, соответственно, представлены, как происходит один из методов ультразвуковой томографии. То есть основное отличие считается, что данный подход ультразвуковой томографии безопаснее, в том смысле, что у нас нет радиационных излучений. Что касается эффективности, здесь, конечно, идет речь о решении динамических трехмерных обратных задач. Насколько быстро мы их будем решать, зависит от того, насколько этот метод будет реализован в практике. Что касается, то есть в мире существует несколько групп, которые занимаются ультразвуковой томографией. Я уже приводил работы вот этих двух сахаров. Года два назад они организовали в штате Мичигана компанию Yelfinus Medical Technologies, где проходят апробацию те алгоритмы, которые они в свое время предложили. Большая часть из них основана на решении уравнения геймбольдсов. То есть они работают в часовом власти. Можно перейти по ссылке и посмотреть, там есть небольшой фильм, как работает их технология. Я в сонде-паде расскажу о двух подходах, которые мы применяем для решения обратной задачи. Во-первых, мы предполагаем, то есть у нас есть данные давления, которые представляют себя как кривые, зависящие от времени. Мы их подаем на вход и рассмотрим два пути. Первый подход, мы предполагаем, что у нас есть некоторая математическая модель, для которой мы формулируем коэффициентную обратную задачу, перешаем ее и восстанавливаем классические параметры следы. Второй подход, который также будет рассмотрен, основан на применение нейронных сетей, который мы сначала обучаем, используя подобные выборки, и далее также восстанавливаем классические параметры следы. Рассмотрим первый подход. Мы предполагаем, что у нас есть система уравнения акустики первого порядка, которая имеет следующий вид. Основное отличие от классической системы уравнения акустики здесь есть слагаемое, которое отвечает за затухание. Наверное, впервые данная система была, затухание имеется в виду, была предложена в работе 1999 года. Прямая задача ставится в следующем виде. Мы задаем начальные условия и не отражающие граничные условия. Здесь ρ – это плотность следы, c – скорость распространения лун, σ – коксическое давление. И прямая задача заключается в том, чтобы, зная источник, который представляется в виде импульса рекера, зная параметры среды, найти, соответственно, скорости по направлению x, y и давление. Следует отметить, что импульс рекера часто используется в акустической томографии. Вот, например, есть работы 2017 года, которые также используют данные импульса рекера для моделирования коксической томографии в теле человека. Данная система получена из интегральных законов сохранения. Соответственно, первые два уравнения получены из законов сохранения импульса в направлении x, y. Или последнее уравнение получено из законов сохранения импульса. Что касается методов решения гиперболических систем уравнений, то я воспользуюсь классификацией, которую предложил Василий Михайлович Головизм. То есть все методы можно разделить на, условно, как минимум, на три больших группы методов. Это методы схемы Годунова, то есть как мы начали с простейшей схемы Годунова 59-го года. На текущем этапе мы не остановились на схеме Маскл-Кэмпи. Есть сеточно-характеристические методы. Это школа Белоцерковского-Холодова. Сейчас яркие представители Григорий Сергеевич Петров и схема Кабара. Схема Маскл, точнее семейство схемы Маскл была предложена Ван Лиром в 79-м году. И золотой медалью Эйлера в 2022 году была присуждена академику Сергею Константиновичу Годунову за выдающийся вклад в вычислительную математику. Давайте рассмотрим основку обратной задачи. То есть у нас есть система уравнения акустики и затухания. Обратная задача, мы предполагаем, что у нас есть данная обратная задача. Это данное давление, которое измеряется в сиреневых точках вокруг следуемой области. И обратная задача стоит в том, чтобы определить, ну, хотелось бы, конечно, три параметра следы. Это плотность, ρ, c, скорость распространения волн и сигма акустическое затухание. По данным давлениям измеряемых точках. Что касается теоретических результатов, то, наверное, одна из первых пионерских работ, где исследуются обратные задачи для гиперболической системы, это Игорь Романова-Кабанихина. Если мы говорим про обратные задачи с данными, которые заданы в некотором дискретном наборе точек, то это работа Булгейма 1993 года. Наверное, из самых поздних результатов, которые имеют отношение к обратным задачам с данными в дискретном наборе точек, это работа Беллины, Кристофлоу, Ли и Ямамото 2017 года. Если мы говорим о данных на цилиндрической области, то, наверное, одна из первых работ – это Глушкова-Романова, где получены оценки условной устойчивости по определению двух коэффициентов для гиперболического равния. Так как у нас обратная задача является нелинейной, и более того, формулируется для гиперболической системы уравнений, то обратной задачей, если ли к задаче минимизация целевого функционала следующего вида, на первом этапе мы применяли метод Тераксон-Лейбера, который имеет следующий градиент функционала, может быть получен через решение сопряженной задачи. Он в общем виде записывается следующим образом. В дальнейшем мы перешли к методам ускоренного градиентного спуска, это метод тяжелого шарика или метод хэви-болл, и метод Нестерова, то есть основное отличие от метода градиентного метода или метода Тераксон-Лейбера в том, что здесь добавляется следующая инерционная слагаемость, то есть мы используем решение не только с итерацией, но и на М-1. Дело в том, что подобные инерционные слагаемые позволяют проскакивать некоторые локальные минимумы. И более того, например, в этой работе 2021 года показано, как метод тяжелого шарика может быть переписан как метод сопряженного градиента. Поэтому метода что хэви-болл, что метод Нестерова сходятся очень быстро. Ну и отличие метода Нестерова от метода тяжелого шарика в том, что градиент функционала вычисляется в некоторой промежуточной точке, которая зависит не только от предыдущей, от текущей итерации, но и от предыдущей. То есть он тоже позволяет, во-первых, проскакивать некоторые локальные минимумы, и он более устойчив в сравнении, например, с методом тяжелого шарика. Что касается средних параметров тела человека, то мы рассмотрели несколько работ, и из них выбрали, ну, подобрали средние характеристики, акустические характеристики тела человека. Что касается сходимости градиентных методов, то одна из работ, на которые мы опирались, это работа Ханка Ньюбара Шепцера 1995 года, где показано, что градиентные методы сходятся локально, а если выполняют следующие условия, то есть у нас есть ограниченность производных решений оператора, это раз и раз, выполняется вот условие номер 2. И при этом показано, что при выполнении этих двух условий можно получить сильную оценку градиентного метода, где параметры m и b выписываются через параметры обратной задачи. В дальнейшем работе совместно с Отмар Шепцером и Сергеевичем Кабанихиным мы показали, что условия 1 и 2 можно проверить не для абстрактного операторного уравнения, а для конкретной коэффициентной обратной, двумерной обратной задачи и получить оценку сильной исходимости. Это все завязано на том, что обратную задачу мы можем свести к системе подбирания управления Вольтера и, соответственно, показать соответствующие оценки. Также, используя приемную информацию по решению, например, гладкость или монотонность, можно на каждом итерации помещать приближенные решения в соответствующий класс функций и тем самым, во-первых, данные операторы, они являются эфировского типа, то есть мы опирались на работу Васины и это существенно сокращает, то есть там в несколько раз идет сокращение количества итераций. И, более того, используя технику, предложенную по работе Васины и Времена, мы также получаем оценку сильной исходимости градиентного метода для коэффициентной двумерной обратной задачи. Что касается методов Ньютона-Кантероича, по крайней мере, почему мы не используем данные методы на текущем этапе, связанного с чаем. То есть, основное отличие, конечно, в том, что нам необходимо обращать оператор произвольных фишей. С точки зрения вычислительных ресурсов, это означает, что на каждом этапе метода Ньютона-Кантероича нам необходимо решать прямую задачу и двумерную линейную обратную задачу. То есть, решение даже линейной двумерной обратной задачи – это достаточно тяжелая вещь с точки зрения вычислений. Поэтому мы остановились на методе градиентного спуска, потому что необходимо решать прямую и сопряженную задачу. Что касается градиентов функционала, то здесь представлены градиенты плотности, скорости и затухания, где функция ПСИ является решением следующей сопряженной задачи. Мы рассмотрели как минимум два варианта спуска. Первый. То есть, у нас мы считаем данные по двое источника, для него высчитываем градиент и делаем спуск. После этого мы переходим к следующему источнику. И второй вариант развития – это когда мы проходим, пробегаем, после этого высчитываем градиент функционала у всех источников и делаем итерацию. И было показано, что второй вариант более устойчив и, соответственно, дает более быструю исходимость по сравнению со случаями, когда мы идем так называемый по координатам или по точечам. То есть, в дальнейшем мы всегда используем уже модифицированную версию градиентного спуска. Один из численных примеров, которые мы рассмотрели, это влияние, как влияет неточное задание одного из параметров на восстановление второго при решении обратной задачи. Вот здесь представлены точная плотность и точная скорость распространения волн. То есть, у нас есть большое выключение, внутри которого находится эллипс, и, соответственно, красное выключение. Вот здесь специальные результаты решения прямой задачи. Мы предполагаем, что в данном случае у нас скорость заданного точно и результаты решения обратной задачи. Видно, что восстановление плотности. То есть, видно, что у нас решение обратной задачи восстанавливает и сам эллипс и дает некоторое включение внутри него. В случае, если у нас скорость задана не точно, а именно у нас нет информации о большом включении внутри, то, соответственно, восстановление плотности также восстанавливает только сам эллипс. То есть, внутри него у нас нет информации о том, что есть некоторое небольшое включение. Поэтому, если один из параметров нам задан не точно, то необходимо решать задачу по определению, ну, вообще говоря, всех параметров, всех опустических параметров среды, если мы хотим понять точно, как устроена среда. Здесь представлены результаты решения обратной задачи. То есть, у нас произвольным образом расположены источники внутри истомой, расположены неоднородности внутри большой области. Ну, и здесь представлен результат восстановления плотности и скорости для точных данных и для зашумленных с 5%. На данном слайде мы решили посмотреть, как у нас работает метод в случае, если у нас одно из включений содержит воздух. То есть, это достаточно контрастная вещь. И, в принципе, используя те подходы, о которых мы говорили, также можно восстановить, что внутри у нас содержится неоднородность, которая соответствует. То есть, мы хотели проверить, как вообще данные методы работают в случае, когда речь идет о диагностике легких человек. В какой-то момент при проведении численных расчетов мы столкнулись с тем, что у нас не хватает оперативной памяти и перерешения обратной задачи. Дело в том, что градиентные методы, они весьма требовательны к объему оперативной памяти. Собственно говоря, чем ее больше, тем больше у нас есть возможность увеличивать размер сетки. Ну и, соответственно, ходить в более мелкие включения. Какой стандартный подход используется? Ну, во-первых, решается прямая задача. То есть, мы запоминаем все массивы прямой задачи, которые есть. Решается сопряженная задача. Мы также сохраняем все массивы, которые отвечают за сопряженную задачу. После этого вычисляется градиент. В данном случае здесь представлен градиент, который отвечает за плотность. То есть, видно, что у нас здесь стоят решения, и прямой, и сопряженной задачи. То есть, все эти функции, которые входят в эти задачи. Была предложена следующая схема, так называемая одновременная схема вычисления градиента. И ответ на этот вопрос нам дал вид самого градиента функционала, который выглядит как интеграл по времени. То есть, в результате чего одновременная схема работает следующим образом. То есть, мы решаем прямую задачу, сохраняем все массивы, которые у нас есть. На втором шаге мы одновременно решаем сопряженную задачу в конкретный момент времени, и в этот же момент времени мы вычисляем градиент. То есть, тем самым видно, что там нам не нужно хранить все массивы сопряженной задачи. Если посмотреть, мы провели некоторый сравнительный анализ для разных схем в двумерном случае. То есть, видно, что одновременная схема нам, во-первых, дает выигрыш минимум в два раза по памяти, то есть менее требовательным. И второе, за счет того, что мы меньше обращаемся к памяти, это увеличивает быстрое действие, ну или, скажем так, обратная задача считается до 25% быстрее, в зависимости от количества ядер, которые у нас есть в наличии. Это очень важно при решении трехмерных задач, а именно мы сейчас восстанавливаем трехмерную задачу. Вот здесь представлена сетка 120 на 120 на 120, 500 итераций, и даже в этом небольшом случае у нас на 18 ядерной рабочей станции необходимо порядка 70 часов для решения аппаратной задачи. На текущем этапе мы рассматриваем Суперкомпьютерный институт математики Сергей Годунов и попробовать перейти на данный узел, чтобы посмотреть, насколько быстрее все это будет считать. И здесь, соответственно, приведены результаты решения обратной задачи для... Ну, здесь выведены результаты по слоям, то есть представленный слой, то есть срез в доме решения обратной задачи. Также мы посмотрели, как можно моделировать диаграммы направленности источников. То есть, ну, обычно диаграммы направленности антенн, они... Ну, обычно принято говорить об этом в частотной области. Мы решили посмотреть, насколько это можно сделать в динамической области. Задачу моделирования диаграммы направленности мы рассмотрели как задачу управления, именно как подобрать источники Q1 и Q2, так, чтобы волна имела наперед заданную форму. Задача управления унесли к задаче оптимизации. Ну и, соответственно, здесь представлены результаты решения задачи управления. Здесь волна слева бежит, когда у нас нет управления, справа, когда мы добавляем управление, а именно, то есть, в принципе, можно добиться того, чтобы волна бежала в определенном... в секторе, который нам нужен. И второй подход, к которому я сейчас расскажу, о применении нейронных сетей для решения обратной задачи. У нас есть набор данных, которые имеют следующий вид. То есть, это данные давления, которые измеряются в источниках, точнее, в приемниках. И мы подготовили 7,5 тысяч, точнее, 15 тысяч данных, которые содержат 7,5 тысяч данных от включения типа округа и 7,5 тысяч данных от включения типа эллипсов. И по этим данным необходимо остановить скорость распечатления. Какие этапы у нас есть по применению нейронных сетей? Во-первых, для того, чтобы насчитать 15 тысяч данных от различных включений, необходимо порядка 50 часов. Это идет речь о решении прямой задачи. И необходимо порядка 24 часов для того, чтобы провести обучение нейронных сетей. Здесь более подробно представлена архитектура нейронных сетей типа автоэнкодов. В общем, также необходимо 50 часов на подготовку 15 тысяч данных и 24 часа на обучение. То есть всего необходимо 74 часа на того, чтобы включить нейронную сеть код данных. В дальнейшем данная сеть была модернизирована, а именно мы добавили сверточные блоки на код. Они лучше работают с данными типа временных рядов. Ну и, соответственно, на выходе по вот этим данным мы восстанавливаем акустические параметры. То есть дается такой звезд акустических параметров. Мы посмотрели, как работает нейросеть. То есть мы задавали разные включения типа элипсов и кругов. И, соответственно, здесь решение лучше нейросетью. Здесь разница между точным решением и решением, которое представлено нейросетью. В общем, здесь то же самое. То есть мы давали разные включения, то есть и большие, и маленькие, и по контрастности тоже они были различны. Один из интересных случаев произошел, когда мы на этом стадии, когда на вход нейросети были поданы данные от двух включений. При этом сама нейросеть тренировалась только на данных от одного включения. При этом видно, что решение, полученное нейросетью, также содержит два включения, хотя, повторюсь, она на этих данных даже не тренировалась. То есть это вот разница между двумя включениями. Что касается сравнительного анализа, то когда мы говорим о решении коэффициентной обратной задачи и метода абридентного спуска, там нам необходимо 7 часов для решения обратной задачи. Что касается решения обратной задачи с помощью нейросети, то оно выдает решение меньше, чем за одну секунду. Но перед этим нам необходимо 74 часа для обучения нейронной сети. Еще один подход, который мы сейчас реализуем, это связано с нелинейной акустической томографией. Дело в том, что в последнее время появилось, наверное, сотни, то если не больше, работ, связанных как раз с математическими моделями нелинейной акустической томографии. Наверное, одна из первых работ, это работа 80-го года. Дело в том, что в этой работе авторы рассуждают о появлении таких нелинейных эффектов в биомедицинских приложениях, например, как ударные волны. Бюнтер Лугман на нашей конференции, на молодежной школе конференции по обратным и некорректным задачам, которые мы проводим каждый год, в последние несколько лет всегда рассказывает о нелинейных, прямых задачах и обратных задачах именно для нелинейных правонарий. Барбара Кальтенбахер в 2015 году выпустила достаточно большую обзорную работу, плюс математика в нелинейной акустике, то есть это статья на несколько десятков страниц. Поэтому мы решили посмотреть, как, учитывая первую работу и появление ударных волнов, мы решили применить уравнение на ВИАСТОКС для того, чтобы посмотреть, насколько они применимы в медицинской унтерозвуковой томограде. Эта работа сделана коллегами из Российского федерального ядерного центра. Здесь система уравнений акустики. Здесь представлена нелинейная акустика и данные, не данные, а распространение в линейном случае. У них освободился цифровый манекен, который имеет следующие параметры. И, собственно говоря, этот манекен мы посадили в акустический томограф, который имеет следующие параметры, высота 2 метра и диаметр 1-2 метра. И посмотрели, насколько можно использовать подход, основанный на ВИАСТОКС, например, для определения патологии печени. Было проведено два эксперимента. Первый. Мы поместили внутрь данного манекена два включения, каждый из которых соответствует печеночной ткани. И второй эксперимент был связан с тем, что одно из этих включений мы окружили жировой ткани толщиной полсантиметра. И было показано, что у нас часть приемников раздает разницу между двумя этими решениями. И следующий результат – это как раз применение смешанных установок обратных задач, когда мы используем данные и акустики, и электродинамики. То есть мы рассмотрели систему уравнений Макслов в цилиндрической системе координат. Как известно, эта система располагается на два случая в зависимости от предположений. И можно перейти к одному уравнению второго порядка. При этом остальные компоненты системы можно определить по данной форме. Более подробный вывод этих уравнений можно посмотреть в нашей совместе с работой с Романом Кабаникиным. И, в общем-то, было показано следующее, что если мы рассмотрим основку обратной задачи смешанной постановки, то есть когда у нас есть данные и акустические, и электродинамики, то зеленым показана сходимость градиента от начального приближения к окрестностям некоторых точных решений. Синим – это как ведет себя функционал в случае, когда у нас только акустические данные, красным – в случае, когда электродинамики. Показано, что, используя совмещенные данные, у нас градиент имеет свойство более устойчиво и быстрее. Ну и методы заключения, которые можно сделать по работе. Во-первых, если мы говорим о восстановлении некоторых новоявленных образований с разрешением порядка 2 мм, то речь идет о размере сетки как минимум 500 на 500 на 500. Это требует порядка 4 терабайт памяти для решения динамической прямой задачи. Если мы хотим как-то минимизировать хранимую память, то необходимо использовать как можно больше априорной информации о структуре решения, то есть о решении обратной задачи. И когда мы говорим о методе инскорейшего спуска, то можно использовать различные свободные вычислительные узлы для того, чтобы посчитать прямые задачи и выбрать оптимальный параметр спуска. Очень сильно сокращение времени вычисления дает, если мы перейдем в частотную область. Машинное глубокое обучение. Конечно, если у нас есть работающий прибор, на котором можно брать данные, то, конечно, нейросеть лучше обучать на данных вот этого реального прибора. При этом решение, полученное с помощью нейросети, может быть в результате в качестве хорошего начального приближения, как очень хорошая априорная информация о решении обратной задачи. Спасибо за ваше внимание. Я на этом хотел бы закончить. Спасибо. Вопросы, комментарии? Да, у меня есть вопрос и, скорее, замечание. Но вот связанное с двумерностью этой рассматриваемой задачи. Дело в том, что математически, конечно, мы можем рассматривать любую размерность, начиная с единичной, одномерной, двумерной и так далее задачи. Но когда в медицине возникает двухмерная задача, естественно, это когда рентгеновская томография. Там все понятно. А что касается акустики, распространения электромагнитных волн, то тут трехмерность уже, по-моему, весьма существенная. Если мы хотим действительно определять какие-то неоднородности маленькие, но раковое заболевание, опухоль и так далее. Трудно представить, что она в третьем измерении идет до бесконечности. Правильно? Это локальный всегда трехмерный объект. И пока мы не перейдем к трехмерным задачам, для медицины, в общем, проблематично применение всех этих подходов. Значит, неизбежно нужно переходить к трехмерной задаче. Ну и как-то думать. Я понимаю, что это в вычислительном отношении очень сложная задача. Очень сложная, требующая громадных, так сказать, возможностей, компьютерных и так далее. Ну и не только компьютерных, но и, так сказать, осмысливания, как это можно сделать. Но вот этим надо заниматься, раз, если мы действительно хотим к медицине применить это, а не просто, так сказать, к моделированию. А пока что я видел только чистое моделирование, больше ничего. Почему? Что мы можем там говорить о каких-то локальных объектах, типа печени там или еще гландов каких-нибудь, где могут быть последствия после коронавируса. Мне это непонятно. Значит, как относится к этой двухмерной задаче? По-моему, никак. Надо трехмерную задачу рассматривать. Да, конечно. Вадим Игоревич, очень резонная, очень резонная критика. Сейчас вот еще вот такой вопрос. Вот, Максим, вот лаборатория Бурова, значит, они вот, вот этот вот томограф, ванночка вот этот, тазик вот этот с источниками, приемниками, они пытались вот на базе своих методов сделать томограф. В каком состоянии сейчас вот это дело, я не знаю, но они использовали вот с мат. точки зрения, фактически вот, что использовалось. Вот алгоритм Романа, основанный на трехмерной задаче рассеяния Романа Новикова. Ну, потом вот то, что у вас упоминалось, это градиентные методы. И вот дип-лёрнинг, вот это глубокое обучение. Итого, в отношении вот этого Буровского томографа есть, было три подхода в работе. Сейчас можно сказать, что какой из них лучше, какой хуже, и какие перспективы вообще у всей этой затеи. Вот это, конечно, лучше бы спрашивать у Ольги Дмитриевны Романцевой. Но вот спрашиваем у вас, если вы там к этому какое-то отношение имеете. Михаил Игоревич, спасибо за вопрос. Владимир Игоревич, тоже спасибо за ценную политику. Почему двумерная задача? Дело в том, что у нас действительно нет вычислительных ресурсов для решения трехмерной коэффициентной обратной задачи, потому что на небольшой сетке, которую сейчас прием, мы считали порядка трех суток. При этом время подготовки расчетов у нас заняло несколько месяцев. И каждый расчет – это очень сложно на самом деле, потому что очень много нюансов трехмерных задач. А так как даже в двумерном случае возникает очень много проблем, которые необходимо исследовать, именно локальных подзадач. Поэтому для того, чтобы понять, как это все будет работать в трехмерном случае, на текущем этапе мы остановились. Мы считаем, что мы закончили с двухмерным случаем, а сейчас работаем с трехмерным случаем. Что касается манекена, который считался, так там прямая задача считается порядка десяти дней. То есть это отдельный вопрос, какую обратную задачу рассматривать в трехмерном случае, когда мы говорим о сканировании полностью человека. Михаил Игоревич, что касается того прибора, который был создан на кафедре акустики, я с Андреем Шуруповым говорил, сейчас скажу, когда я с ним говорил, на прошлой школе, который мы проводили в Сириусе. Максим, что лучше работает? Что лучше работает? Вот три подхода. Новиковский, градиентный ваш и вот диплёрник тоже вроде ваш. В сухом остатке-то что лучше? Ну, скажем так, с методом Новикова мы не сравнивали. Ну, а чего так? Надо сравнивать-то было. Ну, это надо поговорить с Андреем Шурупом, чтобы этот вопрос обсудить. Что касается метода диплюнинга, то один из вариантов его использования – это применять в качестве хорошего начального приближения для других методов. То есть, на текущем этапе он, скажем так, работает несколько хуже. То есть, возможно, что мы не угадали с архитектурой нейросети, потому что их тоже достаточно много. Николай Ильич, можно мне добавить немножко, Кабанихин, как соавтору? Сделайте одолжение. Вот, уважаемые коллеги, ну, во-первых, большое спасибо за критику, потому что она точная и поможет работать дальше. Но, как и сказал Максим Александрович, конечно, в голове у нас впереди трехмерная задача. И здесь происходит то же самое, что с сейсмикой. Вот на таких объемах, как человеческое тело, вычислительных ресурсов пока не хватает для прямой задачи, понимаете? И, ну, они растут постоянно, и устройство, и вот что такое машинное обучение? Это метод палеток, который предложил когда-то Андрей Николаевич Тихонов. У нас есть очень много тренировочных данных, явные решения прямой задачи. На них мы планируем резко увеличить производительность даже существующего компьютера Сергея Годунова. А если нам министерство выделит, то еще быстрее. Мы это будем делать. И перспективы я вижу, во-первых, конечно, более тщательные теории. Много сделано у Владимира Гавриловича Романова и в цилиндрической области, трехмерная обратная задача акустики. Много сделано у Михаила Игоревича по boundary control. Ну, и немало у Сильвестра Ульмана подхода. С нашей стороны я надеюсь на то, что на прямой метод. То есть уравнение многомерной аналоги Гельфанда Левитана в цилиндре. Мы тоже эту работу ведем. Но пока рано рассказывать. Надо сначала сделать, опубликовать, а потом дальше. Конечно, перспективы трехмерные. Здесь никаких сомнений. Это медицина, это человеческое тело. Но я хочу еще добавить, что, конечно, эта работа идет и с Саровым. Опять вот скоро поедем туда. Даже поскольку вода, это на въезд сток впереди. Не только нелинейная акустика и так далее. Мне кажется, направление очень важное и перспективное, потому что этим занимается очень много людей. Просто так они не будут заниматься. Это приложение впереди. Спасибо. Понятно. Спасибо, да. Ну, давайте вот все-таки 8 минут у нас есть глотнуть кофе перед следующим докладом. Продолжение следует...